Друзья, всем привет! Меня зовут Настя, это мой канал Нэнси Крафт, и сегодня у нас такая тема щепетильная, которая меня в какой-то момент в моей беременности очень испугала. Эта тема связана с растяжками на теле, с растяжками на животе. Почему вообще эту тему мне хотелось записать в видео? Потому что в какой-то момент у меня настолько стремительно начали появляться стри на животе, я очень честно испугалась, не буду этого скрывать. Несмотря на то, что как бы психологически я подготовилась к тому, что тело меняется, какие-то изменения вообще необратимы, но все-таки хотелось, чтобы этот момент прошел как-то мягко что ли, а стри начали появляться прям очень резко, и то есть живот начинает прям чесаться, вот эти красные полоски образуются. С стри, чтобы вы понимали, это по сути растяжки. Растяжки они потом приобретают синеватый такой оттенок, а дальше они уже становятся бесцветными. Будучи абсолютно в каком-то шоковом состоянии и не зная, что делать, строча вопрос в чат беременных, в приложение для беременных, что делать, и получаю ответ, что вообще ничего нельзя сделать, это необратимо, это не исправляется, это генетика, вот у меня нету, потому что я там Ким Кардашкин, в общем, а ты, в общем, такая, потому что у тебя такая генетика, и тебе больше с этим ничего не сделать. И я поняла, что меня никогда вообще не устраивал ответ, что ничего нельзя с чем-то сделать, и даже перепуганной я все равно решила найти какой-нибудь хотя бы ответ, который меня более-менее успокоит, потому что ответ, что с этим ничего нельзя поделать, даже если ты будешь принимать ванны из масла, меня не убедил. Не бросила поиски и начала смотреть различные видео, ознакомиться со статьями в интернете. И что я могу сказать? Данный метод будет, наверное, эффективен для тех людей, которые себя в целом довольно хорошо чувствуют во время беременности, нет никаких осложнений. Ну, в целом, как бы вы довольно радужно и хорошо настроены на этап беременности, и вас ничего там, по сути, не беспокоит. Что необходимо для того, чтобы уменьшить, предотвратить растяжки во время беременности? Во-первых, вам понадобится сухая щетка, самая обычная, классическая, с ручкой она может быть, я просто ручку сняла. Но вы, скорее всего, будете в таком положении использовать щетку, потому что вам так просто будет удобнее. Также необходимо какое-то масло от растяжек, но здесь тоже вас ожидает такие не очень приятные открытия, потому что я использовала прям изначально масло, которое было против растяжек, то есть это даже баночку, просто где написано, что это масло против растяжек. Это от бренда Аравия, но в какой-то момент, наверное, уже поздновато, только уже когда заканчивалось, по сути, это банк, я поняла, что это масло больше не увлажняет мою кожу, а как будто подсушивает. И я нашла подтверждение тому, что очень часто масло может, в общем, иметь обратный эффект, не тот, который мы от него ожидаем. Мы ожидаем, что масло будет увлажнять кожу, а по сути происходит обратный эффект. И это часто происходит из-за того, что очень много используется в составе, на самом деле, масел ненатуральных, а каких-то синтетических. И, в общем, получив такой не очень положительный опыт, то есть, по сути, я пользовалась этим маслом, и все равно у меня появились три. И я поняла, что, в общем, нужно искать какое-то другое масло. Но, увидев тоже кучу масел, которые используются от растяжек, по какой-то просто бешеной, необоснованной мне, как мне кажется, цене, я решила взять обычное кокосовое, которое используется именно как косметическое, а не то, которое используется, в общем, в еде. Треть банки я, конечно, использовала, еще половины не использовала. Я все-таки, наверное, тоже рекомендую сделать такой подход, чтобы взять лучше масло побольше, чтобы оно было, там, может быть, не целенаправленно от растяжек, но все-таки, чтобы оно увлажняло. У меня в данном случае это масло увлажняет. Это масло от бренда Mio Lamp. Конечно, после него я, как я сказала, как бы после Аравии, я не чувствую ощущения стянутости, то, что масло как-то сушит кожу. В общем, все в порядке. И также я рекомендую использовать какой-нибудь скраб. Мне нравятся очень скрабы вообще с кофейными вот этими гранулами. Мне нравится, во-первых, аромат и то, что они нерастворимые, потому что этот скраб от Планета Органик, он очень такой растворимый, потому что здесь такая сахарная основа, которая очень быстро, в общем, тает на животе. Я не очень такое люблю. Я рекомендую, в общем, тоже на всякий случай можно взять также еще скраб, чтобы дополнительно обрабатывать кожу. И, конечно, не стоит забывать о том, что увеличивается и растягивается кожа не только на животе, потому что здесь у меня была ошибка номер два. Я обрабатывала только кожу на животе вот этим методом, который я использовала на протяжении половины своей беременности. И забыла совсем про другие зоны. Я надеюсь, что вы не пропустите зону ягодиц, потому что это место тоже имеет предрасположенность к растяжкам во время беременности. Итак, как часто необходимо проводить эту процедуру по предотвращению растяжек? Я рекомендую делать ее раз в два дня, в три дня. То есть не обязательно это делать каждый день. В такой момент я начала это делать, когда я уже увидела, что на животе появляются красные стрии, которых довольно много начало появляться. И вот с того момента я начала использовать этот метод. Вы можете как бы это начать превентивно делать, когда вы уже находитесь там в беременности. В самом начале, то есть вы уже видите, что живот начинает расти, можете уже этот метод в целом использовать. Вы делаете массаж на сухую кожу. Не нужно сильно надавливать. Просто такими очень мягкими массирующими движениями, круглыми. Кстати, не вот такими широкими, а именно маленькими круглыми. Сделав такой массаж, то есть буквально там секунд 30, наверное, может быть в течение минуты, еле надавливая. После этого вы идете в душ. Уже, ну как бы все споласкиваете. Можете чуть-чуть использовать скраба. Тоже, пожалуйста, рекомендую все это делать очень нежно, аккуратно. Не нужно прям вчесывать туда все эти гранулы. Очень нежно в любом случае, вообще на любом этапе. Пожалуйста. И после того, как вы уже приняли душ, уже поскрабировали, протерли живот полотенцем, используйте кокосовое масло, и все, и вы свободны. Вот и весь, по сути, секрет, который помог мне избежать каких-то сильных растяжек на животе. Будьте, пожалуйста, аккуратны, когда вы будете все эти процедуры выполнять. Не нужно каким-то агрессивным способом делать массаж или делать скрабирование. Просто нежно, с любовью, максимально к своей коже. Поэтому, если у вас есть беременные подруги, скиньте им это видео. Они будут вам очень благодарны за то, что вы позаботитесь таким образом об их здоровье, об их внешнем виде. Если вы сейчас тоже беременные, я желаю вам прекрасного периода беременности, легкой беременности, и, конечно, мягких родов, чтобы все у вас завершилось максимально позитивно. В общем, будьте здоровы. Всего вам доброго. Надеюсь, вам этот метод действительно пригодится. Как мне в какой-то момент он очень помог. И помог вообще справиться с тревогой, которая у меня начала появляться из-за того, что кожа начала быстро растягиваться и довольно стремительно появляться с треем. Всего вам самого хорошего.